а 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 Продолжение следует... 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 Ну, на 1.2.1, скорее всего, отобьём спокойненько. Вот, а следом и Пандорку за конями, которая должна быть на опыт. А следом ещё и вот тут. Короче, тысяч, тысяч, тысяч. Хотел начать качать Фьюра, но он качается как ублюдок. Поэтому, думаю, думаю, пересядем на Гурне, который пришёл там, девятым или десятым героем. Всё, хорошо, eh? Вот, вот. Вот, вот. Вот, вот. Вот, вот. Восприен bere Chair, hå Hann biodивен. Но это явно было не против меня Когда не повезло ему Да это не качество дерьмо Да это не качество дерьмо Такс Объектов еще немного Раз улик, два улик Где-то я еще улик правда видел А вот еще третий улик Так ну кастл компа надо забирать Обязательно Обязательно Лардуй Ты что не первый раз что ли смотришь Но если бы это была турнирка Я бы написал что это турнирка и ее название Такс Открубляйся Эфир Улик Улик Эфир Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Работа вообще грязь, не говори. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Так, значит за 2300 я играю синим данжем. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Субтитры делал DimaTorzok Если ты умеешь читать, то ты поймешь, что происходит Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Так, вижу к концу Одна дорожка заблокирована Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Так, ну, я что-то даже не знаю Я что-то даже не знаю, что именно здесь делать Кроме той концы, которая не пойми, как пройти Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Давайте трескнем Так, так, хаста не дали Добавил DimaTorzok Мы в говне Добавил DimaTorzok Как попало Прямо что-то жуткие лечи Ну, нет, без хаста здесь не выгрести Добавил DimaTorzok Даже смотреть на ничего А там еще Pandora говном Поехали, рестарт Не 24, а сколько их там, 18, по-моему, было Потому что они поиграли Но именно риск огромный, конечно Если Лайкли проиграли эту браку, то это ГД Их на базе она была Но и местники не следовали Потому что даже отдах Они спели отбор Отбор А поэтому ребята важно Представить бой по треслу базы противника И пусть, будто бы он тоже полезен А кто выиграет браку, ведь прекрасный важность того, чтобы Так. Там 1.3, по-моему, был 19 штук. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Блин Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Дорог норм, два стека Добавил DimaTorzok 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 Винкюр ничего не смог сделать. Байбэк отправился на верх. Тут же байбэк отсутствует. Байбэка нет. Рейджер Патейта теперь стрял. Нужна помощь. Винкюр раскручивается. Рейджер Патейта лохово погибает. Есть байбэк. Лайкс никого не потеряли. Есть байбэк, но нет ультимейта. Он прожал его прямо перед смертью. А ЕГЭМ его успел своровать. Это ультимейт от Киджема. Третий раз на эту игру уже. Снесли обе стороны. Лайкс теперь заходит на третью, последнюю сторону. Нужно как отбиваться на той пинкюр. Ванта ставит. Пытается пробить Лоду. Лода подсалится. Бунда иллюминейты. Лода разворачивается. Будет сам вносить урон. Все время падает. Теперь три. Теперь будут падать бараки. Как-то нужно отбить в твою сторону. Рейджер Патейта впитывает себя. Абсолютно весь дэвэк. Но экзорциз это работает. Домбез слэш. Пошел от Джиггернаут. Пытается раздать урон. Минус Рубик. Чудом каким-то переключился на Рубика. И минусует Рубика. Но Рубик тут же байбайкарится. Слишком много золота. Лода. С полной маной. Опять Котл заливал ему всю мануру. И Джиггкотет стоит на месте. Не может сдвинуться. Это же мег-крепы. Там Пакирин как-то пытался только что-то придумать. Тут же его находит. Тут же его пытаются забрать. Хотя тут может быть мастер. Сможет забрать. Отличный хилл Пакирина. Соло пытаются расстраиваться с бараками. Хоть какой-то. Какую-то помощь указать для Минески. Минески тем временем давит на миди. Ско и Лоду пытаются хоть как-то их прогнать. Тебе возможно даже забрать. На Аки. Да, это атака пошла. Вот. А цель, которая нужна. Аки. Аки падает. Есть байбек у Аки. Будет ли байбекаться? Ско. Все еще есть Аегис. Делайн сейчас. Можно попробовать просто отступить. У них есть Аегис. У них есть все пять героев. Лода. Спанч на Лоду. Приходит с Таппу Кирина. Также нажимается пруты ульт и мейт. Заходит Бенкюр. Ой, какой неудачный ульт. Так, рестарт идет. Ну все, Гамонглс без рестартов. Хотя это мало о чем говорит, потому что без рестартов он идет, берет домашние утопы. Аегис, даже тупашится еще нищий бестмальтер. Есть фото в команде, поэтому он сможет приколиться лучше чего. Где-то мы это уже видели. Заходит там беззащитный Эншин фактически сейчас находится у команды Минески. Начинают его ломать Альянс. Минокпейн сносит бестмальтером вышку. Начинают бить трон Минески. Не успевают вернуться. Портификацион, но это всего-навсего пять секунд. Падает трон. Гудгейм. Велплейд. Альянс одерживают победу. Победу. У меня еще один рестарт остался. Так, два стека по 40. Еще 35. Нормально. Они превращаются выяснили, что мгновенно настолько суровый нокаут борьбы был в этой игре. Может быть она, конечно, получилась не самая утонченная с точки зрения стратегии, но экшена в ней было достаточно. Более чем. Мы можем поздравить Альянс. Они проходят действительно своего оппонента. И Тальфу, конечно, пасть будет встречаться с Na'Vi. Всех грузеров. Что может быть лучше, чем Альянс против Na'Vi? В Бесту 3 у Блузера. Да, это будет еще очередной матч. Мы его не увидим на гранд-финале. Это, наверное, было бы слишком круто. Но мы хотя бы увидим его на турнире. Ну что ж, у нас еще осталось 2 Бесту 2 и еще 2 Бесту 1, конечно. Нам еще предстоит узнать, какие две команды покинут турнир. Ну а сейчас этот матч предстоит проанализировать в нашей студии на Na'Vi. Тяжелый, тяжелый был матч для команды Альянса. Встретились они сразу с двумя противниками команды Минески и публикой. Здесь варенье. Но все равно не хватило. Не хватило Минески для того, чтобы победить опыта чьеветских игроков. Таким образом, действительно, как сказал Адекват, дальше Альянс двигаются подсетки и будут встречаться с командой Минески. Лично для меня, забегая наперед, я просто автопом скажу, для меня это страшный сон. Потому что действительно увидеть матч Альянс против Na'Vi в матче за выход в 108. Для меня это страшный сон. Потому что я буду, во-первых, переживать за свою команду, за команду, с которой я болею. Нет, это не Na'Vi. И при этом, если Na'Vi выигрывают, то на меня еще шквал негатива выливается. Но это, я помню, что Адекват будет играющим за Inline International. Вероятно, вообще-то, вероятно. Сладкий груз, минус 28 команды, которые займем здесь. Да, ну, это будет улучшение. Ну что ж, давайте обсудим матч Альянс против Минески. В принципе, долгое время Минески казалось, что где-то под контролем эту игру. Давайте сразу посмотрим, точнее включим хайлайты и будем обсуждать эту встречу по ходу этих моментов. Но, в какой-то момент Альянс перевернулся. Что же пошло, итак, у Минески? Мы-то давили просто, давили противника. Мне кажется, что вот так делали, мол, молиток, продолжать это делать. Заходить более агрессивно, без рот. То есть, это, по-другому. Бояли, заходили, наступали. Даже не до пик-катри. А так, как раз, заходила слишком агрессивно. Заходила слишком агрессивно. Это лучшая драка на сегодняшний день, когда я вышел в реале. Потому что это будет исключением ОР, потому что команды поддерживают и своих. Но, с другой стороны, они аплодируют страшным действием Альянс. Вот эта драка отбил в минуту. Это был просто клик в уши артистовской публике. Да, тут Иван говорил про звук. Сейчас Котл еще умрет, и вот зал порвет в пол. Эта драка отбилась слишком долго, уже плот, и у ребят сказалось, что не наступы держатся. Они продолжали орать. Сонно-понно. Иван сказал вначале про двунцопедников команды Альянс. Действительно, это, наверное, первое место в мире, где я вижу, когда команда хозяев получает инфу о том, что в ракетности на Рошана. Начинается просто как шквал. Крис. Если в шмаке рядом, то тоже клик. Причем, в зависимости от того, где смог юзается, к моменту, когда команда заюзается, все ближе, 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 ближе. Помни, как это громче, громче и громче. Ну, можно прикопаться, что это и это. Если бы я был болельщиком, жестким болельщиком, с тобой без команды, я бы тоже получал, карау, просто мегасонт. Так, приходит ход. Это уже можно на самом деле говорить, в принципе, о менталитете, вот здесь, здешней публике, потому что, ну да, мы были на многих турнирах в разных странах, да, мы видели публику абсолютно разных. И были в США неоднократные интернет-публику, а американская публика топит, и лучше USA, но при этом, когда противники делают вот какие-то такие умы, типа Спотов или Рошана, публика американская не кричит. Ну, это особенности, это только пикапки полной информации, то есть в том же, в футболе, в этой команде, в этой болельщике, внушает, в этой ситуации, в этой ситуации, в этой ситуации. а мы не стали в позицию, думая, что враги сейчас пойдут их убивать. Так произошло. И в этой драки они… Вот, это… как раз так сказать. А это разрушает волнук. 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 Ну, такой звук изолирования, как, ну, я думаю, что не так. Я думаю, что не так, ну, на трекризма, ну, на трекризма просто, вот, чисто, да, ультиматизически это ощущается, ты будешь, ну, вдруг собрать. Ну, вдруг собрать. Может, ты будешь неслить ничего, например, это будет вибратка у тебя будет. Так, ну что, пойдем налево тогда, но пока что я ничего не увидел, конечно, в раскладе. Так, ну что, я не могу сказать, что это хоть как-то завлияло, помогало не насти, но тем не менее. У нас есть игра, у нас есть вот моменты. Да, я проявлю, сколько, сколько про зрителей. Давайте, я думаю, не стоит, потому что начинает минуты 15-20, но просто шел бесконечный замес. Люди появлялись, шли, дрались, драки по минутам, по духам. Не драки по 15-10 секунд, а действительно какие-то продолжительные маленькие позиционки, потому что одна команда не может быть в 100-100, но другой только встал из середи, которая только не найдена. И палка за него. И палка. Ну вот тут вот я заметил, что, конечно, немецкий в этом момент сильно покололит, когда несколько знак подряд, создаёт папку, и тюльпы, и тюльпы. Тюльпы, и тюльпы, и тюльпы, и тюльпы, и тюльпы, и тюльпы. Есть пайп есть, Засетяса, Кираса, Римсон Двард и пайп. Если не пойду, значит, это не важно. Король, это тоже. Два пайпа. В любом сути, это самый толкенький, герочистый, тоже, в ритмунах. Как шоки не вштыривают? Ну, не сразу, по крайней мере. Мне нужно пробиться, просмотреть. Пока что я, ну, как бы... О, Макси. Вот, сволочи, не повелись. Все, и он просто пули вылетает. То есть два фокстапа ходит, и потом через там 0-3 секунды второй сразу бежит, и он просто в этой траке вылетает. Я могу ошибаться, но по-моему там еще и EGX2 украл, уоббит, и еще там, еще подсейвил. Ну, да, многие команды забыли про фокстапы, а на самом деле сегодня что МВИ, что Альянс, эти фокстапы реально решают драки. И просто спасают героя на фокус. Ну, если все, у героя одного героя саживают, сюда фокстапы, все. Как раз вот эти милишные герои, когда начнут фокстапы бежать. Это кайф с лайфстилерами, когда они фокусы, когда они пошли, когда они в Америке, в Америке, где. А я просто с лайфстилер, он летает там с вкусом, тебя, ну, тебе просто фокстапы делаются, он подракет, или бит, как в ролик. Да, 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 Рейш, но Рейш по траге, там, он быстрый фокус, и все, он фокстапы бежит. Сейчас бы два некроамулета. Все-таки так бывает. А фокстапы как-то еще. Ты выдолбил, ты и все, это просто. И вот эта героиня была популярной в entretienм, она отвечала только к силе. А это красиво, она и даже отвечала игрой. Идеально. Чтобы никого не в адресу, в подвесии. Только в этой истории, когда они были вводы, которые собрали там. Да, с ними было просто певать. У нас интервью победитель едет на лайк, давайте посмотрим. Ладно, ты сделал, ладно, ты жив, как и с этим ходят. Я думаю, что замечательная игра. Это такая длинная, очень большая игра. Мне кажется, просто огромная. Руку пался на игре очень. Так что, вы видели фаворитов. Их сильно хорошо. Но они теперь, часть вас, они будут жить дальше во время этого турнира уже у вас. Хотите ли вы снимать теперь что-то с вашим новым фанатом? Ну да. Конечно, если ты прав, ты говоришь, что немецкий будет дальше уже у нас в авиации. Толпа просто потрясающая. Конечно же, вы больше болели за немецкий, но... Блин. Так, шлем череп. Ай, ладно Пусто Отбиваем последний рестарт С учетом потери троглодитов И опять, как обычно, играем на удачку Блин, я уж не помню, когда мне так Хоть что-то сразу сдавало Ну ладно Знаешь ли ты, с кем вам дальше играть Это самый классический матч Нави против Альянс Готов ли ты встретить снова своих старых другов Конечно же, с Витерпелем Жду этого матча Это будет просто потрясающая серия Хотел бы я, чтобы эта серия была В самом гранд-финале этого мейтера Но я уверен, что и так это будет Отличный матч Конечно же, мы с болельщиками тоже Ждем очень этого матча Поздравляем Нода и мы возвращаемся на рейтинг Спасибо большое, Лодис Такое интервью Поблагодарил публику Сказал Сразу видно Но вот он сказал Что ты Только ближайший косметик Писал Что ты самый вид Либо Казаться больше Либо При всем уважении Конечно, да Да Целый раз за последний месяц Мне шоколад сдало Целый раз Неплохо 16 медведей Раз за месяц Все-таки Как бы я сейчас был немного недоволен публикой Из-за штата не подсказывали Нинаске Здесь Ну, я такой публика Я не видел такой публика Они чуть ли не выпрыгивают Не то, что мы с тобой Они чуть ли не выпрыгивают И в твоих штанах Они не публика начинают И в твоих штанах И мы рекомендуют Это только Это только Это и И И Ну вот так Действительно Ну вот Что еще хотелось бы добавить По интернету И приезжаю к турниру Такую мысль В прошлом У нас В каждом турнире Мы говорим о том Есть своя мета Есть свой тур героев Там International Geocopter Лешера Который тогда был в бане Ну так вот С каждым патчем Меняется мета В плане героев Каждый турнир Открывает нам Новые связки И Вот Говоря о фортаторах Как по мнению На моей памяти Это первый момент Когда мы говорим Действительно О том Что этот турнир Какого-то Архефакта Надо подождать пока Ну вот Самый начало Ярхефакта Ярхефакта А Ярхефакта Такое влияние Скоро драк Он чуть-чуть забытый Надо посмотреть Что будет дальше Еще будет демок Еще подождать Если завтра На улице Это То есть Каких-то дидравторов Например Каких-то дидравторов Например Такой актуальный Айден Там же тебя могут Вернуть Вместое Или не выдохнуть Из кольца У нас Следующий матч Еще два матча У нас осталось На кону Когда матч не был Утренец Стратегичный прибор И империя Оплатит Сипит Матч Его вынят Стратегичный прибор Начнется Минут через 12-25 Мы пока уйдем На небольшую Паузу Уберем Как вам Сакс Сапс 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 У institutions Продолжение следует... Так, одна дорога, два стэка... И да! Именно её я и ждал в финальном рестарте. Не, ну... Не, ну мне же всё-таки медведи приходили, правильно? Куда уж больше-то? Медведи же приходили. Значит, больше не нужно... ...хороших раскладов. Одна дорога и один стэк. Медведи же приходили. 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 Продолжение следует... 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 И Пандоры вокруг, все в Пандорах, на Гарпи, на Троглодитов, даже на Минотавров. Продолжение следует... Приходит ход. Ну, пошли, посмотрим, насколько мы в дерьмище за Гарпи, плюс один скорости. Так, одна дорога и не думает заканчиваться. Зачем? Заканчиваться дороги? Бред. Дипломатия в хатке. Неплохо, неплохо. Цельный улик. Дипломатия в хатке. Ну, второй сундук на тысячу. Не, ну уже же достаточно везло. Хватит, наверное. О, Пандору нашел. Наверняка она там, на все, что вы говорили. Да. Да. Вот здесь еще не пройти, только Грифон убить. Пс, идеально. Ту-ту-ту-ру-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ру-ту-ту-ту. Сейчас бы получить шоколад с Гомунгулсом. Это же так просто... Да твою ж... Придется двух гарпис сливать вместо одной. Да. 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 Что? Ты что? Ты что? Ту-ту. Ту-ту. ? Так, ладно, надо не торопиться Найти одну дорогу в ГО Черт, мой план провалился Ну так-то раз-два Раз-два Два улья, да? А не, три улья вон Ну хоть три улья есть Может быть что-нибудь выгорит Ну так-то раз-два Так, непробиваемый блок А, ну вот здесь может Может проход есть Хотя нет, здесь охрана тоже стоит Вот этого дерьма Добрый вечер, надо нагрыженный стек Будет проверить, вдруг он есть И можем поломать каким-нибудь макаром Чудесным, расчудесным Субтитры сделал DimaTorzok Охрана жирная Охрана жирная Жирнее становится только унынчик А здесь она жирная из-за того, что здесь Свиток, два ресурса Вот эта херня, это все скапливается И поэтому охрана жирная Здесь вполне может быть Квостовый этим, да еще и Ор Поэтому тут Тут Тоже жирная Далеко не факт, что Что много зон Четыре дракона уже сила А то я смотрю профессионал Давай я тебе сейчас Ради интересного Скажу сколько это должно быть по вылью Так Там лежит Два ресурса Давай сразу нычку тогда Нычка В очередной раз Экран Раздвигается Из него выходят Игроки Команды Игроки 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 Пообедитель Включаю немного холод Знаешь Да, есть такое Есть, но мне кажется Просто публика немного разошлась Потому что Если это точно начало Ну или ему же тяжело Более Так Значит Нычка драконов Два ресурса Два ресурса Два ресурса Два ресурса Два ресурса Гарденов Ревелэйшн Тысяча пятьсот И Свиток Спалскрол Короче Если спалскрол Пятого уровня То охрана в корову Должна составлять В среднем Двадцать девять штук Если четвертого В среднем Двадцать семь Третьего В среднем Двадцать пять Второго Двадцать три Даже если там свиток Первого уровня Там в среднем Двадцать горгон Это при одном респе Седьмого уровня Седьмого уровня Еще стек Попробуем 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 Пять сивер Коллективов Пять сивер Игроков Отличное Вполне Исполнение Супер Селичный Сил а Продолжение следует... 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 Ну да, это, конечно, тема для аналитики, но, на самом деле, здесь лайнинг совершенно не задаётся в ВГР, но по тому поводу, что у них как-то три героя на лёгкой, они ничего там практически не пуляют, ничего не пармят, ничего не делают, ей пармить не могут, да, ей пармят где-то как-то адрес. В итоге выясняется в один момент, что в запахе вторых уровней вынуждены сражаться с аксом четвёртого. Для того, чтобы нечего пробить. Уже почти шестой там, по-моему, акс? Ну, уже, да. Уже второй час. И переходим на верхний лининг, где у нас оставили фармить в Вардара. Вот он лагер, перетянули на то, что за единство, ну, на третий уровень нет даже пакинка. Ну да, выходит, поступали, но придёт. Ну и плюс, в то, что на нём не так много получается, там ходит так. Ой, прокрутился и не успел загрить, но всё равно с детям ты должен забирать, хотя бы. Смотрите. Ой-ой-ой, как же много здесь крипов. Но Фирс сейчас это всё довольно быстро подпарывает, но на этот раз не удалось Сандара их забрать. Он отправился в саверну. Ауи. Ауи очень сильно просел. Дисраптор возвращает Ауи. Ауи. Замедление. Получает стан и Ауи здесь заигрался. Минус Ауи. Как-то он на ровном месте терял очень много хп. Ну Ауи бегает. Ну, здорово Саня. Какая-то свою игру. Грань или... Ну не знаю. Раньше играл он лучше. Ну, может быть, не вынужден у кошек. Одна из них. Кто его не заставлял. Просто отъезжает Блэй Тюри. Могут заезжать его потом. Могут заезжать его после. Могут заезжать. Могут заезжать его элементарно. И если его вряд ли пробили. Отбить там нету. Да. Что-то игра будет на Дарске. Подсказывает Дарск Мэн. 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 Наслил. Тюрьм. Тюрьм. Обе команды среагировали довольно поздно. Тюрьм. Это было же не сниженный режим. Тюрьм. Тюрьм. Одна из них. Тюрьм. Всем привет, как начало зашла норма Да, пасисно Пошло все как будто возвращаться в ру Феррик, он играет паунтеру Ну, без прогноза И сейчас идет янг Но, ну, что вы на пистолет, спустя, то кто ему поделать? Хотя тот дегернаут может прибежать в дегернаут Там боевые Блайки сидят А вот у нас он Так, он сюда, дегернаут Будет его спорта Подходит сюда Ах Дегернаут вообще не ведет особо Ну, что же такое? Дегерди Ну, он должен умирать Сейчас он должен взял трейксап Ну, кто препарит, попармит Сверху Забирают его Хороший килл для команды Дегерный приборный Вообще, сейчас любой килл нужен Ну, он как бы хороший Но, вообще, не старый У меня в виду, я сранился В вчерашней игрой сгомнулся Ну, как все печально было сранился Да, он вроде хороший, а вроде Сранаут все хорошая Смотри, как он сборный Это атакивает разгромом Да, как бы, на самом деле Эта каточка Немногим лучше вчерашней Как бы Тут есть объекты А вот Чем брать Нету Как бы, на самом деле Показки являются командой Имеющей рекордно быстрое поражение На этом турнире Против Эти кида Да, нету И вообще, когда я поставил Проказ на 20 игр Я не ушел С того факта, что Группа на одной Эти кида находится Это вот действительно Эти кида Эти кида, если проигрывают А играют Они не знают, что были с турнира Они могут глянуть И за десятые Игра все Мы проиграли Игра успеха А эти кида они Дали Ну да И вот эти две вещи Они там Игра Вот здесь Борьба жалкая Но с другой стороны Их Такой глупый пёс, прям слов нету. Так, приходит ход. Там Гунар ещё, ёб твою. Ну, Гомунгус, ты завязывай, ты прям задолбал уже, если честно. Сейчас бы без рестартов, короче, оппоненту говно каждый раз, а ему... Ну, насчёт, не знаю, что у него по сдаче, но вот по героям у него точно всё прекрасно. Мало того, что и так кирь, так ещё и... Гунар, Тазар. — Я tenha себя и надо達и! — nauи как только12, мы страдали за ней в эту игру. Я Forget едва, которые так закаются, там не стали EEG заходить, у них вроде бы Nous Vision на этом difference, но смачает на тут быть получится. Другимы, летали... Это не только, договор, но игры не таковой. Для спортивicos для поставки этого причина или творческого 大исы это ÁForce. Там и кPro Lucy вставляют девицу, где-то Perfectista сплет, там и монтик сfilок вместе и здесь подойдут. Деспрофит успевает перекрыть, нужно ее забирать. Деспрофит получает стат, и это минус. Отличный фраг от Моно. А Лайдзер, поэтому с порт живой, его там тоже пытались убить, но его все-таки добьем. Ой-ой-ой, играй корабле, это зим, что творит. Но добиваются его, тем не менее, это хороший раз, конечно, за 10-демер. У Гомон так же было, когда он хотел живым завязать, это после третьего поражения. У меня это седьмая игра в говне с ним. Седьмая игра в говне. Не третья, седьмая. Седьмая или восьмая, что-то такое. Так, ну пойдем рисковать, что делать. Так, а что, дерева нету? Да, мы не выиграли больше каких-то студентов, но ПДЛ, ну тут, в сожалению, это студенты, когда-то. ПДЛ. А вам, что, граждане, студенты? Да, ты можешь поверить. Некоторые стратегии, которые не очень хороши. Фир, вот, мол, вылезали, сейчас пойдет там, что стак справа. Так, опять закрывают. Сумаил, оттек, мы это уже видели. Сумаил, получается, стат и минус. Просто один в один. Только на этот раз лайфтилера не убили, но убили стаки. Ну нормально, я думаю, что Сумаила забрать, но отдать при этом стаки, это... Так, мы можем подвезти. Да, мы должны подвезти, иначе нам полную задницу. Так, мы можем подвезти, иначе нам полную задницу. Так, ну это мы должны размекрить. Так, мы можем подвезти. Так, мы можем подвезти. Ахаха. Решили, видимо, побыстрее. Страх себе с Тавером. Ну и будут... Мячики, ну что, неужели будут драться? Снимают позицию для драки. Да, заходит Слардар с двинком. Ставится отличный Сайлом. Слив кладется на Сумаила. Сумаил, ход, статик, штармом. Очень много дам Academic получается. Сумаил. Ставится стенка. Минус Сумаил. Амвай падает. Решил не ставить Супернову. И находит пира, пир под амплипай дэмэджа, направляется в таверну Минус два в исполнении вещей геймингригора, хорошая атака будет Да, старая добрая, знаете, бомба, при том стандарт Неожиданно, чем бомба, неожиданно для ЕГЭ, потому что он на 7 лет не был, а то есть он напарнил его И вот так вот могут пропустить несколько героев, либо им хорошо саленцем сделать, чтобы накинуть самую, как он выпустил Ну, конечно, как дел бы его, да, нет он? Кстати, вообще саленцем, никакая контрая, тянецом Все-таки на огромном бронзе можно получать санрей, это уже не плохо Ну, и не то-то, иногда не хватает, потому как сейчас Откуда стандарт взял? На 16-й минуте с начала таких ударов Он давно не играл, выстерпит его плохо Главное, не уйдывался довольно неплохо Тенд уже почти до партнер саппли, 400 монет настаётся Вау, с санкетьяшей Кстати, приятно довольна вам вот этого акса разминать, вот онклипает Вроде бы такой толстый персонаж, но он санклипаем, что получается не так здорово Он сбивает варды в пиди, видит его, возвращается, тут показания, жёсткое Заслипался, красавчик, но... Ну, вот так вот самар забирают в пиди Замёрзли, красава Замёрзли, красава Я заметил, что вот у Янга у него такая особенность Он существует на персонажах, не берёт 1-2 в чек Да? То есть даже... Ну, да, ну, копикон уже Ребезирует, ну, их шансы Замёрзли, кандалдер Замёрзли, кандалдер Зачем затраты – приятное Замёрзли, кандалдер Замёрзли, кандалдер Но... Так бывает Ну, вот, давай, где Таком уже в башню тоже играет Ну, это очень нравится На самом деле Ну, коробка сделает Вот так вот, в этой форме И это оборудование? Это страшно, это страшно. Всех не менее, у него такая политика. Так.. На два, там, туда хватит. Это не такая огромная разница. Вот, не так сильно доминируют ли они, чтобы он на этом стройке прям гонял там за кем-то полкарды. Он же вырывается и дает станп, а как-то и уезжает, если начнет врёт. А банк, вот в такой ситуации, шанс не велит. Но он есть. Когда банк идёт, такая разница. В принципе, если у меня банк был в Сау, то 10 уровня йог спирт логой ну хоть что там хотя хороший маг какой-нибудь был бы поинтересней 11-4 статы у него он плюс 6 какой-то меч взял что-ли или что это такое войска пишет больше какого войска то у меня особо и нету конечно что ну как минимум драка должна была закончиться и вот так вот будет он там погиб когда-то рифа открыл так он все понятно как это вышло не обратил я тоже внимание для него вот тот самый детал которого все было плохо но стоит отметить что болью мы тоже убивали очень много ахахаха хахахаха Ну вот улик с концу рядом с дорогой. Ну улик то я вижу. Конца то не очень рядом с дорогой. Если ты про нее. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Денег довольно солидно. Навалено. Ну так-то там тоже ни хрена нету. Пятый ход, там пегасы. Ну статы там на этом правда. Как ни странно деревушка адекватно зашла потому что мясо у меня сдвоилось, мяско сдвоилось. Как в игре МВП, что сейчас, тем более с Лайстилером, у которого сабля там буквально за первую секунду. Ну да, издизоливость. Страшные цифры. Что, пойти сразу в улик полезть что-ли? Для этого хотя бы котов подвезти бы что-ли? Ну как? Ай, дерева нету, воу. Да вы шутите. Могли только и как-то сходить вместе, забрать вышки, убрать Рассаном, отжимать карты. То есть это они победили, победили. ВГР сняли. А теперь уже возможно вырвали сзади вперед. Но сами они такого не позволяют. Они никого не пьют. Они пугают вместе. Такое же дело у Страды. У Рассан сказалось, что почти не что, но там не намного сладей стали. Может быть, но у Страдара успел появиться блин. Страдара успел появиться блин. Такой план. Сдаться. Ух-хх. Ух. Ух-х. И даже когда не было предмета вообще у Лайсидера и Сладдара, у Лайсидера был один армия, то Сладдар просто блин, на то же Дедс Койпинг тоже короткий форс, но они прыгали и убивали ее в декулу, но сейв есть. Это тоже большая-большая приятность. Ну такие, сейвы, там, скажем, ну, Акс есть, да. Акс плюс вот этот вот три. Ну, Акс не особо сейв, потому что вверх кладется статик 40, и он, как и не может, он прыгает, но он еще хуже старается. Скажу так, по сравнению с Ораком, что это не армия так интересная. Да, Ораком, конечно, это один из лучших, наверное, по теме, когда Беспрофис считает ее активом, особенно их не авторимей. Ну вообще, Бесли, ее сейвы есть, вот вообще сколько, потому что она просто не пользует пара с фигонов, как по-все обрум, пускается, и это не показывается, я бы, что она под рукой, но у нее, как и пол-копер практически в любом случае. Так, Black Shirt, ну и больше вообще ни хрена не надо. А Black Shirt имеет смысл убрать? Тут Секира есть. Тут ащит какой, интересно. Мертвеца, не мертвеца. Мертвеца, не мертвеца, не мертвеца. Открывает Филенбарк. Лопается Супернова. Заслипали. Сумаил, Сумаил, Сумаил падает. Кстати, в шторме. Какой рассказ от ДДС. Отличный станок Клардара. Бульба падает. Падает Акс. Бульба едет живой. Последняя тычка. Нет, Лайфиллер не дотягивается. Начинает меняться с Джаггернаутом. Ну а Лайфиллер за него и Джаггер вынужден отступать. Лайфиллер садится в крипа. И Питите временем гонится за ДДС. ДДС пытается уйти. ДДС минус, но Питис тоже здесь не должны отступать. А приди, Терминатор какой-то один против Питерых еще убил кого-то. Ооо, какое переключение! Так, Бульба здесь сломает, людей срывает, тремя и люди. Говорят, идти кны сюда, следующий. Боже, как же тут Зовт играет Бульба. Все сейчас скажут, да я НОВ так скажу, конечно, НОВ так скажу, что НОВ так играл, всех тянул. Я опять выжил. Я опять выжил. Ладно, сейчас пойдем брать первые улей. Отсюда перетянемся сюда. Это уже конец недели, а мы только-только начинаем брать объекты. Как-то это печальненько немного. Кружкой водой на голову. Ха-ха-ха-ха. Так, Шторм ставит. Все сломает. Стой по троим. Ауэ лопает на секунду. Фира стирают. Супер новый висит. Вакуум, но опять слишком тон. Но Бульба на этот раз не выживает. Фантастическая игра отличить гейминг-риборн. Шикарная игра от Янга. Такое начало провальное. И как сейчас он действует? И вы, конечно, в DTC и его статик Штормы. Это что за чем-то? Вы замечательно, наконец, вы играете в DTC, Янга. Большие молодцы. Но снова ЕГЭ. У меня нету обзора. Опять-таки не видели. Куда идут. Они просто увидели одного героя. И, знаешь, эта вот знаменитая красная бель, зеленая гель. А, там гель, все, открываешь, выгодишь. Заберите всех старифов. Они могут быть справа, слева, где угодно. У тебя это есть. У меня есть. Лэй. Плохо, что они удивились людей. Они видели еще двух героев. Они видели еще двоих. И они видели, что рядом находятся. И стартар, и из графа, которые только что ломали бабан. Они прямо рядом. Дети, чтобы не убьете так быстро, по-любому получите ответство. И остальные противники наверняка тоже рядом. По-моему, все-таки, ну знаешь, совокупные, достичные игры. А у вас без сих пор, это как-то не только игрок. Ну, очень круто принимают вот этих вот, сорвавшихся героев Гегета. Не оставляют шансов, делают уже камбэк. Да, мы сегодня только с Леком обсуждали, что не плохо. Было бы еще повторы делать. И вообще не появились. Да, повторы-то были за, как-то все это время. Просто, ну, очень динамичная. А, опять врывается Гегет, мы это уже видели. И DC успевает, успевает возрубить до рассказа. Ну, здесь, так, обязательно. И, так сказать, пока мы все это видели. В отличи, вот, каких-то других команд, которые мы на сайте наблюдали, которые в 5 поцепил. Опа. Хорошо. Ну, ну, а у него есть, правда, в какой-то такой момент. А, заслипли. Заслипли же БКБ. О, да, гриб. Ну, вообще я не знаю, почему он снялся БКБ. Ну что, будут ли ему помогать? Ой, ну, я думаю, не особо успеха. Слардар рядышком. Слардар загрел на нос. Слардар не может ворваться. Ну, но минус. Слардара подцепили. Могут быть неплохой бомбейер устроить. Вот он отличный, но отличный статик, шторм, пеник. Ой, какой яйцо. Его тоже не сломать, конечно. И здесь просто не начинает гнать. Ну, это самое. Взрывается яйцо. Вот, чтоб набирать. Какой стандарт! Ярко снова поговорим. Там ты с чем? Супаться, молодец, дурак? Бейлик, сэш. Шикарная игра. Какой фелик. Он успел разбил вабе, в brick. При этом ушел после суперновой до конца драки. И снова Санре нанес кучу урона, 4100 урона. Кэрри Лайсгиллер немногим уступил, но немногим отлетел этого пеникса. В очередной раз пеникс, которому опять прорвозили... ...девки, потому что мы не будем двигать, да? Ну да, правда. По идее, это стройка, что не плохо работает, но не всегда, не всегда. То есть, не писалось, что делать, что делать, что делать, что делать, что делать, что делать. Хорошее встречение, что я вижу, где-то есть прибор, буквально, когда убивали еще за ЕГЭСа, ДК у ДК не было, Кинаида. А вот в этой дате году, потому что она случилась где-то в середине этого пеникса, не было пеникса, было, конечно, два института ЕГЭ. Тем не менее, ЕГЭ, но они снова словили в ярость Берсерка, но выбили вы ЕГЭС. Окей. Да, вы потратили улицу, сейчас, вошли, он у вас уже, как бы идет, начинаете больше, когда-то драка заканчивается. Вы, по-настоящему, война, это тоже, если мало, важно, и вы идете на разность, практически. Это вообще, это прям можно. Вы идете сейчас на разность, вы не изоминируете, у вас, когда-то, возможно, враг, вас сильнее, уже враг. Забрали что-то, уйдите, да, довольно-таки, стало, на конкурсе, что это было в политике ЕГЭ. Забрали что-нибудь, как у врага, идем по фарме, потом их вот уберем. А в последнее время ЕГЭ начали ловить какой-то, такой, СНГ-дот у вас там, в Агрессе. Агресс, как будто их Агресс Абс, ну, как и с того, да, они бегут вперед. Это Агресс, в каких командах? Показали на столице, Бурлау и Энда, и, конечно, по-куда там прогноз. Энда гораздо добивее, у них много разговоров, как Бурлау, либо, в принципе, игры, но, что ответственно, то есть, они играют, или нет, как Бурлау. Агресс, как будто бы вы там были, собраться в Москве, и, как будто бы вы там были, собраться в Москве. Так, ну, что-то Гомунгу стал подольше ходить. Если, или, мне кажется, так. Ну, сейчас будем чекать таверну постоянно. Ну, а что еще делать? Ну, улик мы должны разобрать любой, по идее. Поэтому мне, пожалуйста, всем Акси Улью. Супернову повесил, надо уходить. И возвращают Деспропит прямо под Супернову. Сумаил не успевает ничего. Еще два героя винулись, его помогать, и попадает под танк Суперновы. Раскручивается Ауи, пытается уйти отсюда. Ярк будет прыгать, будет ли прыгать, будет прыгать до Бульба. И Бульбу нужно стереть до стенки. Неплохо переагривает. До стенки Бульбу все же удается стереть. Ну, судя по тому, как они играют, Сумаил сейчас продаст Пакистан. Я не понимаю, что делать, что делать, потому что понятно же дело, что либо его встают, либо его убьют. То есть, и так или иначе, как-то очень быстро ДК, то, естественно, тоже в одномстве нет, всех героев нет. ДК бежит первым, за ним кто бежит Слордар, у которого глаза налитые кровью. И он только ищет цель, а здесь, пожалуйста, Бейн без защитной мягкий. И как-то... Ну да, и как, конечно, решает этот скан? Я не так, чтобы прям очень много игр, где ходят скан. Ну, обычно такого... То есть, в данном конкретном случае, как бы, по объектам не сдало хорошо. То есть, есть и ульи, есть конца, есть нычка драконов, все в порядке. Но... В этот раз мне сдало криво по генерации. То есть, куча объектов возле нужных мне, там, той же нычки. Стартовое войско, один троглодит. То есть, все по процентам. Ну, как бы, ну, это лютое невезение. Как, не знаю, как называется, кильт, хуильт или еще как-то. Ну, просто раз за разом, короче, то одно, то другое что-то не выходит. И вот... И вот таким макаром просираются катки. ГСЧ, генератор случайных чисел. Это как... Я не знаю, кидать монетку и... То есть, ну, тут не совсем монетка получается, естественно. Ну, это как девятиреберный кубик. Что-то вроде этого. Выпадает самое говняное ребро. Все равно дают рожкид-скан. Такой-то герой, который манцует рядом с Рошаном палецку на нем. И... Ну, сейчас интересная позиция. Эпайя могут найти. Акс Глинком, Акс Гем. Он видит Эпайя. Можно попробовать прыгнуть, любить. Но уже забрали вышку. Эпайя здесь просто могут продать. Ой, как же много Эпайя. Да как же много Эпайя потратили и не забрали его. И что же теперь? Ультимэн Дес Профит. Ой-ой-ой-ой. Лопается Акс моментально. Эпайя под минус армором. Грызут Бейна. Минус Бейн. Остается Супернова. Пытается разбить Ауи. Но Сумаил уже стерли. Ауи не успеет. Взрывается Супернова. Минус Бульва. Это Тим Вайм. Рыбок делает Эпп. Это бутгейм. В исполнении команды Вичи Гемингри Борн. Отличная драка под конец. Ну и все вот так вот. Ну да, не похоже по раскладу. Точнее по таверне не похоже, что он в шоколаде. По крайней мере на предыдущий ход у него нифига не было. А вот сейчас он ходит довольно долго. Я подозреваю, что он тоже именно сейчас начал брать Ульи. Его отличие от меня в данном случае, ну как я думаю, в том, что... Возможно у него примерно так же по раскладу. Но как обычно у него ГО Наги должны быть. И у него есть два логиста, нападающие и сапожки. Ну, все как обычно. Да в любом случае, два логиста это уже как сапоги. То есть он носится быстро, быстро, быстро. Ну посмотрим. Что загадывать? Нет, это мое мнение. Я наблюдаю, знаете, у них все хуже. Нет никакого прогресса, вообще никакого. Видим только регресс. А, ну... Нет, бог у меня. Ну, с такой игрой, да. Это действительно плохо. Это действительно плохо было. Даже, не знаю, на инвайде хорошее выступление. Мне тебе будет очень-очень тяжело. Но об этом уже будем говорить после завершения турнира, который Кивил Джиньосов выкидает. Командующий гейминг Реборн проходит дальше. Ну, а еще немного. Угу, угу. Я предстоящее заключительное матч с сегодняшнего дня. Вам рассказывает наша студия. Шинни Винтер. Если ты смотришь стрим Гомунглус, а ты не имеешь права ничего говорить об этом. Я строю предположения, а ты даешь почву для размышления. Это называется спойлер. За это банится. Потому что мы юнивые, нам нечего сказать. Это же относится ко всем другим, кто хочет отписаться по каким-то мыслям. Просто хочется помолчать. Для меня на данный момент самое большое разочарование турнира. Извините, команда, которая занимает третье место на Шанхай, а третье место на Франкфорте, первое место Интернешнл занимает 13-16. Идентичная ситуация команды Ньюбер. Между четвертым и пятым Интернешнлом, четвертый выигрывает на пятый, приезжает 13-16 место. Но такой быстрый регресс. Регресс два месяца. Ну, болеть одно, а спойлерить это вообще не то. Если не будут, то точно, это понятно. А мне кажется, что это не должно быть. Это маркетинг, что можно сменить, взять Зая, сделать Юниверс, потому что сидит Зая вперед, тоже будет отписаться. И все. И так далее. Старое доброе, ДиАй-6, Светл, ДиАсэй. 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 Я думаю, правила они для всех. Да. И можно задавать, мы должны поменять. Ну, тут, тут, это политический сложный вопрос. Я думаю, что не стоит особо располагать быть на эту тему сейчас. Можно будет записать потом в подкаст. А пока давайте будем смотреть прайвайты данной встречи и обсуждать попутно этот матч. Итак, ребят, начало было очень хорошее за ютубов. Так вот начинает не один серьезный игрок, когда ты играешь в один на вылет. Так? Так, значит, как начинал генерал. Да, генерал так уже начинал сегодня. Да, немножко по-другому. Это обычный. А здесь он пошел просто один на вылет. В Герналке есть никимейк. Вот беспорто есть. Четы не хочешь прыгнуть. Вот этот выбракон, на который сейчас один. У него есть никимейк. Есть. Он с щитом. Он с щитом. С щитом. Никол, нет. Четы не хочешь прыгнуть. А у него не хватает ману. У него была ману. В этой драке джигернат вообще феноменальный игрок, но он здесь вроде поставил только палочку, но вот смотрите за этот ауэр, он будет бегать за один, это ладно, хорошо, допустить нет мысла, сейчас побегает за дезрафтера, и поставит палку на хайграун для пирога, ну казалось бы тут размет 2-2, в принципе неплохо, завязает фининг, вот такая игра джигерната. Так, 13-6-2 Купил меч, а тут меч, ну правда за охраной неприятная. Продолжение следует... Сейчас будет, да, этот момент, который меня просто очень сильно делает. Я не хрен с крицком, и ничего с ними не делал. И вот, ну он оболятор, трактор, трактор, трактор... Вот, 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 вот... Опа, пошёл! Пошёл, и, бля, ля, 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 ля. Так, ну там все, уже конца взялась И пошло-поехало Ну, давайте тогда с этой Начнем Акси просто, начиная там с первых минут, этого хайлайта просто не было, когда они гангали на топе Найкса, кинули слип на него, и он будет показать Акс, взять его в холм, вот, но что делать на эту точку? Что делать с Акси, он накидывает на крипа, по-моему, когда он накинул его, а на Акси накидывает щит, соответственно, выходит на Акси из слипа из-за этого и поднимает на эту точку. А, нет, нет, да, просто туда. Ну, да, это момент из-за взгляда друзей в память играют, и что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, а не профессиональная команда, она поедет играет на вылет 2-1, а какие-то студенты на... В общем, никак не будет, что мы овансы давали, будете... Я посоветую тебе к Таганашу сходить с такими вопросами Это настолько прямо Как бы это объяснить-то получше Настолько стрёмный троллинг Что мне аж захотелось тебя забанить резко Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я постоянно вижу Орблет, почти во всех играх, команды героев. Дай мне личное мнение про Орблет, это ОП и просто хорошие процепы. Да, дело в том, что не душа хочет, а рационализм говорит, что он как бы все в говне. Такой расклад, он должен тащиться с тремя стэками и двумя родными героями. Там да, то есть если стартовать с двухстами троглодитами, то можно тупо сразу лезть на коров, разбирать их, с нычкой, с двумя драконами, не сливая троглодитов идти по ульям, быстро-быстро и темпово. И, короче, за первую неделю большую их часть собрать, а некоторые не трогать, добрать к концу и где-то 1-2-1, 1-2-2, короче, с книжкой, даблмана и всем подобным, уже кидаться на ГО. Вот это да, это нормально. А когда тебе сдают в таком тяжелейшем раскладе один стэк, это просто убивает твой темп не на 1, не на 2 дня, а просто дней на 5-6, короче. А это, блин, к фрилузу близко. Ну я просто бегал. Я бегал, убивал зомбей, тяжело убивал зомбей. Сейчас бы за данж тяжело убить зомбей. Брал мини-гномники. Брал мини-гномники. теперь Вопрос в координации, это стояло на 4 программе, на стадии родников, и какие бы были какие-то ответы на вопрос, и у вас тоже я звучал по поводу игроковичных приборов, что вас звучало? Синтилы ДК, это первое. Второе, это как лайфстилер, ушел просто длинным три парма куда-то на 4-м лебеле, он вообще-то круга ненавидится. Он сначала хотел помочь Митю, потому что там очень сильно ДГ вначале добили, там такой факт, в реале, и он пришел помогать. Он включил айфилер, а в этом не училило, понимаешь? Ну что же, нас ожидает последняя карта сегодняшнего игрового дня, и мы узнаем коллектив, который покинет этот турнир, и один коллектив, который пойдет дальше. Сикрет против Димуфай. Мы выходим на небольшую палку, не туда. Продолжение следует... 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 Так, не тут сейф что ли? Так, не тут сейф. 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 Так, двойка первая была. Так, не тут сейф. 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 Не, ну уже с двумя ангелами, там уже можно, ну то есть шанс, что четверка крайне мал, ну да, в четверке, наверное, его бы загрызли. Ну 2-3 то он брал, ну это еще куда не шло, вот если же 2-4 и когда можешь взять только двойку, это да. Ну герой, конечно, Миллич Гунар Тазар. Не знаешь, подумаю, два выхода и таверна прямо возле выхода. Неплохо, неплохо. Неплохо. Сейчас ему будет вообще тяжело, потому что, чтобы завоевать 3 титула, нужно бой как-то разно. У меня было много, у Лев. Но они разбросаны, да, сранее. У него никогда не было такого-то нервного, такого взгляда, он всегда как удар. Хорошее сравнение. Ну что же, чтобы на цифрах показать данное противостояние, я предлагаю... Вау. Как они красиво взбивают. Треугольник. Так, один прямоугольник. Он у нас не вышел. Четыре, ну четыре он все-таки долез. Он тоже был очень близок к тройке. Особенно это пак. Четверка конца была. Четверка конца была. Ладно, деревушка у меня так сломана, что вообще к ней не пробраться. Ну ясно. Он был один самый стабильный. На последнее время. И сейчас. Это две игры, которые были на Endosprity. Этому стоят через просто какую-то фигуру. На Endosprity. Что насчет команды Empire? У нас есть интервью с мидером этого коллектива. Скандалом. Давайте, смотри. Эй, Скидл, как дела? Эй, мэн. Эй. Гоинь, хорошо? Гоинь, хорошо? Гоинь, хорошо? Гоинь, хорошо? Гоинь, хорошо? Вы должны быть хорошим. Это Эмпайр на мейер, мэн. Я имею в виду. Вот здесь. Вы сделали. И вы увидите, что это очень странно. Не знаю много людей. Я имею в виду. Эмпайр на мейер с динамом. Весь там. Весь там. Весь там. Весь там. Что это вообще? Так. Сейчас спрошу. Но скорее всего Гомунгус. Как обычно пойдет отдыхать наверное. Эмпайр на мейер. Мы работали хорошо. Мы делали вообще. Мы делали все эти вещи. И так далее. Я имею в виду. Это очень высокая история. Если вы не помними мне это сказать. Ну и если Гомунглс не будет новую, то я тогда тоже пойду отдыхать. Песня по поводу которой то, что мы ездим во всех часов. Или как то, чтобы победить. Теперь давай поговорим о Эмпире в основном. Вы делаете о Рейхер, как вы знаете как вы там думаете, что вы выйдете в посадкой в Сирии? Вы улыбаете наиболее Альтсер? Я думаю, мы один из самых сильных команд. В зависимости от индивидуального соединения. Vielleicht не в зависимости от команды по стратегии, Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok